Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Зацвел мой пофеопедилум White Lady и спешу поделиться этой красотой. Кто со мной давно на канале, знает, что я приобретала его весной этого года, уже цветущим, но из-за транспортировки цветочек всю свою красоту потерял. Но вот это у нас уже домашнее цветение. Я очень довольна этим растением. Оно было здоровое, крепкое. И активно нарастило мне зеленую массу. И вот решила порадовать меня своим цветением. Изумительный, конечно, гибрид. Его очень любят и за размера такого округлого. Также знаю, что многие называют его чебурашкой. Цветок действительно не маленький, но очень-очень красивая эта белая леди. Да, я думаю, что и розетка заслуживает отдельного внимания. Листья у этого башмачка светло-зеленые с очень красивым мраморным рисунком. Так что вот такое чудо живет у меня в коллекции. И расставаться я с ним, конечно же, не буду. Долго я его искала, но наконец-то нашла. Спасибо Ларисе из Испании, подсказала. И посмотрите на его листву. Она аж вся лосница. Что могу сказать? Здоровое, крепкое растение. Вот с этой розеткой он приехал. С этой и с той, с которой сейчас цветет. Но она была маленькая на тот момент. Он мне хорошо ее подрастил до приличных размеров. И кроме этого выдал еще три. Так что растение адаптировалось очень быстро, в активном росте. Наращивает и розетки. Вырастила вот этот цветонос. Он зреет очень долго. Где-то от четырех до пяти недель. Это от появления, то, конечно, до полного распуска цветка. Ну и покажу вам на фоне моей руки, как выглядит само растение. Такая мада мне мелкая. И к тому же, если кустик будет разрастаться в таком темпе, то в скором времени мне надо будет и пересаживать, но и, конечно, место будет занимать прилично. Так что решайте. Хотя я всем советую приобрести эту красоту. Абсолютно неприхотливый по фиопедилу. Экстремальной влажности воздуха ему не требуется. Живет у меня он при температуре где-то в диапазоне от плюс 18 до плюс 32. Но 32 это в летнее время. Освещение как для всех башмачков. Да вот, в принципе, и все. Единственное, что для цветения, конечно, желательно, чтобы был перепад между дневной и ночной температурой хотя бы в 4-5 градусов. Так что вы такая вот у меня изумительная красавица. И туфелька у нее внутри вся в краб. И вот это золотое напыление на лепестках. И парус такой небольшой краб с нежно-лаймовым пятном. Как говорят, все при ней. Жаль, конечно, что нету солнышка передать вам полностью всю эту красоту. Но я хочу сказать вам, что камера никак ее не искажает. Передает практически точно все оттенки. Я снимаю со вспышкой, потому что иначе просто было бы очень темно. Так что вот такая красавица у меня цветет сейчас на данный момент. Все-таки покажу вам его название, кому интересно. Это довольно известный гибрид. Скажу еще пару слов о поливе. Посажен этот по фиопидилум горшочек диаметром 13 см. Дренажом у него служит керамзит, а субстратом кора средней фракции, уголь, серамис и немного ракушечника и по поверхности мох. В летний период поливаю примерно раз в 3-4 дня. Ну а в зимнее время, когда температуры понижены, получается где-то раз в 5-7 дней. Что касается удобрения, то это примерно раз в 10-14 дней. Очень любят мои по фиопидилумы и не только они, а удобрения Реймикс. Я им очень довольна. Также использую комплексное удобрение с МПК 20-20-20. Ну и во время вегетационного периода, как и всем своим орхидеям, обязательно добавляю калмак. Вот в принципе и все. Если вам нравится эта белая леди, смело приобретайте ее. Она будет прекрасно жить у вас на подоконниках, активно наращивать зеленую массу и цвести регулярно с каждой розетки. А у этой прекрасной звездочки тоже первое домашнее цветение. Я, конечно же, не ожидала, потому что орхидею эту я приобретала в середине лета. Приехал куст довольно хороший, но, к сожалению, совсем без корней. Поэтому вы можете видеть, что и тургору растение потерян. Не могу сказать, что она адаптировалась легко, так как ее период был очень жаркий и корней у растения не было. Вырастила она мне новый рост, сформировала псевдобульбу. Но она в половину своих предыдущих, ну это и понятно. И выпустила корешки. И я думаю, постепенно-постепенно растение восстановится. На цветение я не надеялась, но, конечно же, я рада, что она зацвела. Звездочка эта ароматная, и аромат вы можете почувствовать только в ночное время. Я не могу передать точно ее аромат, но он очень приятный. Довольно известная тоже орхидея. Это гибрид бросоволы на дозы на Рейхалелию Дикбаяну. И если я не ошибаюсь, она есть у Ирины из Греции, и она показывала ее цветение. Так что вот такая вот орхидея теперь живет у меня в коллекции. И, конечно, радует то, что, несмотря что корешков не было, корни это дело наживное, растение цвело с каждой псевдобульбы. Вот так вот выглядит ее резома. Но вы можете видеть, что эти все псевдобульбы, их у нее семь. Восьмую она вырастила в моих условиях. Они, конечно, очень тоненькие, очень сморщенные, но ничего, это мы восстановим. Ну, звездочка, конечно, прелестная. Цвет, как по мне, на мой взгляд, то она нежно-оливковая, и губа у нее лимонная. Единственное, что мне кажется, что губа у нее немного маленькая, но это и понятно, псевдобульба у нас неполноценная. И вот такой вот краб, если заглянуть внутрь, так интересно ее рассматривать. И губа, это, конечно, от дикобаяны, немножко она такая потрепанная. Но я думаю, что следующее цветение у нас будет полноценным. Ну и звездочка, это, конечно, не в одной плоскости, Но ничего, я за это не переживаю. Главное, что растение здоровое, будет она растить новые росты, обзаведется корешками, восстановит тургор, и будет очень даже красивый кустик. Вот, покажу вам. Цвело оно с каждой псевдобульбы абсолютно. Так что тоже растение стабильное, надежное, будет радовать цветением с каждого нового роста. Тоже не очень часто встретишь эту орхидею в европейских теплицах. Так что, как я увидела, то сразу ее приобрела. К тому же было сказано, что растение взросло. Как было заявлено, таким оно и приехало. Было бы еще лучше, если бы и корневая система была тоже хорошая. Но что поделать, такое тоже бывает. Вот такой вот у нас дебют. По уходу я пока особо сказать ничего не могу. Конечно, корней у растения не было. Я его лишь только опрыскивала. Но как только у этой новой псевдобульбы появились корешки, то, конечно же, я уже стала поливать и проливом. Никаких витаминов особо я не использовала. Вот вы можете видеть, в горшке абсолютно нет корней. Только-только вот эти молодые корешки стали углубляться. Но вот на них вся и надежда. Ну и, конечно же, очень много здоровых почек у растения. Я думаю, что после цветения они спустя некоторое время тронутся в рост. И все у нас будет хорошо. Хорошо, субстрат самый обычный. На этот раз единственное, что я поменяла, это дренаж. Так как отсутствие корней было налицо, решила положить побольше пенопласта. А так, кора средней крупной фракции, лава, уголь, конечно. И по поверхности немного сфагнума, который я и опрыскивала. В летний период она получала у меня утренние солнечные лучи. Ну а сейчас стоит под лампами. Ну и, конечно же, полив после просушки. Так как корней у этого растения не было, только появились недавно, то я ее опрыскивала в летний период каждый день, так как было очень жарко. Ну а сейчас я поливаю это растение проливом. И еще забыла упомянуть, что в этот горшочек я добавила чуть меньше половины чайной ложечки осьмокота. Больше я ничего не могу пока вам сказать про уход. Это растение совсем недавно появилось у меня в коллекции, буквально несколько месяцев. И орхидеи нужен хотя бы год, чтобы она прижилась, адаптировалась в ваших условиях. И вы тогда уже можете более-менее что-то сказать поконкретнее. Так что вот такая вот ароматная звездочка решила порадовать меня в декабре. Третья орхидея, с которой бы я хотела вас познакомить, такая вот яркая, огненная, такая веселая. И это новинка. Она появилась совсем недавно у меня в коллекции. Как раз вот из солнышка выглянула. Я думаю, ее представлять не надо. Все вы ее узнали. Это Дендробиум Стардаст Фаерберд. Конечно же, ну как я могла удержаться после просмотра роликов людей из Австралии. У орхидеи было просто роскошное цветение. Это надо было сидеть и любоваться. Также этой орхидеи есть у Светы из Германии. Тоже регулярно цветет. У Елены из Англии. В общем, я решила, что и мне тоже надо. Я встречала эту орхидею, наверное, года 4, может быть, больше назад в Германии. Я там часто бываю. Она продавалась в цветущем состоянии. Но почему-то мне тогда было лень ее везти в Грузию. Я от этой идеи отказалась. Но, конечно, впоследствии я об этом очень пожалела. Так что, посмотрев все эти ролики, я решила, что все. Мне она срочно нужна. И вот, вуаля, теперь эта огненная птица живет у меня в коллекции. Но цветение, конечно, не мое. Такая пышная она приехала ко мне неделю назад. Что, если честно, было для меня сюрпризом. Потому что поставщик не указал, что это орхидея в цвету. Ну, вы представляете мой восторг, когда я открыла посылку. Я не стала снимать обзор посылки. Там была всего лишь одна, и это орхидея. Ну, вот немножко, конечно, цветочки у нее помялись. Там кое-где торф просыпался. Посажена вот она в торф. Можете видеть. И цветет она только с четырех псевдобульб. Там была какая-то маленькая псевдобульба. Мне она не понравилась. Я ее удалила. Там была совсем, она была крошечная, где-то 4 сантиметра. И присыпала корицей. Так что, конечно же, вид не совсем идеальный. Но цветет этот эндробиум очень пышно. Я вставлю на экран название. Может, кто-то и не знает. Но до чего же она красива. Это не огненная птица. Это целая стайка огненных птичек. Так что, после того, как она цветет, я буду эту орхидею пересаживать. Посмотрю, что там у нее с корешками. Немножко она отдохнет. И я надеюсь, что за свой вегетационный период она нарастит мне хотя бы парочку новых псевдобульб. И порадует меня своими замечательными цветами. Вот такая вот огненная птица пополнила мою коллекцию. Чему я, конечно, несказанно рада. Все-таки твоя орхидея тебя найдет. Спустя несколько лет все-таки я любуюсь ее прекрасным цветением. И на этой красивой ноте я уже завершу свое видео. Хочу поздравить всех с наступающими праздниками, с Новым годом, Рождеством. Желаю, чтобы этот год стал временем только лишь хороших новостей, отменного богатырского здоровья и безграничного счастья. Пусть исполнятся все ваши желания. Мира, добра, света и благополучия. До новых встреч, друзья мои. Встретимся в новом году.